Ковид-диссидентов в Израиле уже не пускают на большие мероприятия и во вместительные помещения, а скоро им преподнесут очередной сюрприз – затруднят пользование общественным транспортом. Глава правительства Нафтали Беннет приказал распространить принципы зеленого стандарта на автобусы, трамваи и электрички. Пользоваться общественным транспортом будет позволено только при предъявлении зеленого паспорта с указанием всех сделанных прививок. Непривитые будут допущены в места по принципу зеленого стандарта исключительно при предъявлении свежих результатов домашнего теста на коронавирус. А если учесть, что набор для экспресс-теста стоит около 25 долларов, то поездка в автобусе может оказаться для антипрививочников весьма дорогой. Для тех, кто не понял, как при входе в автобус или трамвай будут предъявляться и проверяться зеленые паспорта или результаты домашней проверки, у правительства уже есть ответ. Министерство туризма и транспорта разработали программу переквалификации для израильских гидов. С февраля 2020 года около 8 тысяч экскурсоводов лишились работы, большинство из них уже перестали получать пособия во время неоплачиваемого отпуска. Оставшимся без туристов и заработка экскурсоводам будет предложено стать коронавирусными инспекторами, следить за соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте. Транспортные компании готовы оплатить переобучение гидов, имеющих водительские права на водителей автобусов, при условии, что они отработают по новой специальности определенный срок. Министр туризма Константин Развозов и министр транспорта Мираф Михаэли намерены решить проблему временной занятости тысяч безработных и решить другие вопросы в своих отраслях. Успеют ли эти планы реализоваться до введения всех ограничений зеленого стандарта, пока непонятно. Продолжение следует...